Всем привет друзья, с вами Варчик, в этом видео будем рассматривать ошибки уже с европейского сервера, прислали тут реплейчики и поскольку здесь тяжело как-то письменно ответить какие были ошибки, нужно показывать и рассказывать, поэтому я записываю видосик, а вы если играете на европейском сервере тоже можете присылать свои реплейки. Я их разберу и отвечу вам ваши ошибки, покажу, расскажу как надо. Итак, вот у нас игрок, который жалуется на нестабильный результат и иногда он сливается. И первая же ошибка нам сразу же говорит, почему он сливается иногда, а сливается он потому, что сейчас он поедет просто прямо по флангу картона с рудники, по флангу по воде. Это неплохая тактика проехать вот сюда и здесь от башни накидывать в центр. Но, во-первых, для того чтобы сюда ехать и не слиться иногда, а чтобы это был стабильный результат, во-первых, нужно понять, стоит ли сюда ехать. Нужно получить информацию, во-первых, если на центре никого не будет, то нам отсюда некуда будет стрелять. Если нам отсюда некуда будет стрелять, нам нужно будет сразу ехать дальше поджимать, либо, если по какой-то причине не будет возможности или надобности сюда поджимать, придется ехать аж на базу физнет куда. Если в центре никого не будет, то мы просто будем стоять, ничего не делать, либо же поедем туда, куда я только что сказал. Но прежде чем сюда ехать, нам во-первых нужно понять Первое, сколько там будет врагов, безопасно ли мы туда поедем И чтобы это сделать, нам нужно в начале боя с верхнего респа на СТ ехать не справа, где наш герой едет А в этот куст на краю встать и посмотреть, кто будет вдали ехать у нас на воду И также будет видно еще слева, кто едет на центр То есть мы сразу узнаем, что нас ждет впереди И сразу узнаем, в кого мы сможем пострелять на центре Также с того кустика можно еще и пострелять То есть нужно работать от информации Также наш герой едет не совсем максимально справа Что дает возможность, больше возможности его засветить Поскольку он едет ближе к врагам Так что уже с самого начала есть ошибка Поскольку наш игрок работает не от информации А едет сюда, потому что здесь вроде бы неплохо Иногда получается что-то сделать Согласен, позиция неплохая Но использовать ее нужно не всегда Не каждый бой А только если ситуация в бою это позволяет Следующая ошибка, которую мы сразу же видим Это невероятный Просто невероятный Маленький Икс Если в прошлых видео мы рассматривали Проблему большого Икса Впритык То здесь у нас проблема маленького Икса На большом расстоянии Мы стреляем с Икс-2 В тяжелый танк с 7 уровня Который стоит на 300 метров Честно говоря Я ничего не вижу Куда ему нужно стрелять Ну примерно наш герой прицелился в середину танка Примерно Но если хотя бы поставить Икс-4 Чего тоже маловато А в самый раз Икс-8 Вот в Икс-8 Посмотрите В Икс-8 я вижу уже хорошо Можно и в башню стрельнуть Если захочется Можно и в корму И мы стрельнем Не в бортом Чтобы рикошет был Не в маску Не куда-либо еще А именно туда Куда мы захотим Я лично для себя Всегда делаю так Ближний бой Икс-4 Иногда даже бывает Икс-2 Если это вообще впритык Но надо что-то выцелить Вот вы видели Сейчас выстрел был Такой как я говорил Он прицелился Он прицелился Четко В гусеницу Вот смотрите Куда он прицелился Сюда невозможно Нанести урон Потому что это Огромный угол И танк Седьмого левела Сейчас пережил Довольно-таки Неплохой выстрел У нас пробитие 190 альфа 250 Но мы стреляем Не особо Бронированному Танку Седьмого левела В корму Без пробития По простой причине Мы не вошли Хотя бы в Икс-4 А еще лучше В Икс-8 Мы бы потратили На это Ну долю секунды Чтобы колесиком Крутнуть И выцели бы ему Корму Либо борт башни Что нам больше нравится И провели бы Выстрел Эффективный И сейчас бы Враг был бы Уже шотный Вместо этого У нас 6 секунд Перезарядки После чего У врага Есть 6 секунд Чтобы что-то сделать А 6 секунд Это время И мы опять Стреляем Довольно-таки Низко Мы прицелились Ему Под днище Сейчас мы стреляем Когда у нас Пол прицела На земле То есть Вероятность Сейчас попасть По врагу Составляет Ну процентов Ну 55 Примерно Потому что Прицел все-таки На 1 мм Даже не на мм На пиксель Выше И опять Рикошет То есть Проблема В не четкой стрельбе А не четкая стрельба Из-за того Что мы стреляем С Х2 на 300 метров Я не знаю Насколько должна быть Филигранная Рука Техника стрельбы Чтобы с Х2 На 500 метров Мы сейчас стреляем Действительно Почему бы Не пострелять На 500 метров С Х2 Я считаю Что это Ошибка Это неудобно И игрок Сам своей стрельбой Показывает Что ему неудобно Нужно входить В Х8 Спокойно стрелять Выходить И дальше Уже Смотреть Что происходит В бою На миникарте И вокруг себя Таким образом Двухшотный 45 ТП В итоге Остается живой Потому что Мы потратили Тонну времени На то Чтобы пострелять Корявенько То рикошет То не попал То еще что нибудь И все из-за нашей стрельбы Мы сами стреляем плохо Мало того Что в игре есть ВБР Так мы ему Еще и сами Помогаем Поэтому Уже Две ошибки И в принципе Сейчас Что бы делал я Скорее всего Я бы поджимался Уже вперед Но У нас Вся команда На базе И я бы задумался А может Не стоит Поджиматься И начал бы считать Сколько врагов Светится А их светится Всего 4 4 врага Светится Вся команда Врага Не светится Поэтому Я бы задумался Если я сейчас Поджимаюсь Сюда То там Куча танков Меня скорее всего Убьют Поэтому Нужно немного Наверное Постоять Либо вернуться Назад Здесь у нас Т28 Засвечивается И мы Стреляем Ему Просто Под борт Мы стреляем Ему Под борт В гусеницу Хотя Должны были Стрелять Вот сюда В корму Либо в каток Куда нибудь Так чтобы Если снаряд Максимально влево Полетит Чтобы он Попал Все равно В корпус А еще лучше В корму Но мы стреляем В то место Где Если мы сюда Попадем То скорее всего Будет попадание Либо не пробил Там И нам даже Прицел показывает Что тут Оранжевая Снаряд Вообще Полетел Влево Потому что Мы Не туда Целились Сейчас Игрок Вошел В x7 Мне почему Это реплей Показывает x2 Видимо Потому что Это картошка Но там Вроде бы Было x7 Написано Вот В принципе Сейчас мы еще Стрельнули Зря Можно было В пантеру Спокойно Нанести урон Опять стреляем С x2 Но хорошо Что прицелились Куда надо То есть Мы ухудшаем Свою стрельбу Игрок Ухудшает Свою стрельбу Стреляя С этого x2 Сейчас он Стреляет В самое Бронированное Место Врагу В рубку Снизу Вверх Под углом Еще и в ромбе В красное Тупо в красное Это был Обречен выстрел С самого начала То есть Мы сейчас Уже На ровном месте Еще два выстрела Запороли Один по пантере Один по сушке То есть Мы могли бы уже Настрелять Побольше Если бы Первый выстрел В пантеру Не стрельнули бы Лишь бы как Нибудь А в сушку Не стреляли В самое бронированное Место Сейчас Когда Халкет На нас Вылазит Мы не Доворачиваем Корпус И до сих пор Стоим В очень плохом Положении Корпуса То есть Игрок Еще и не следит За положением Корпуса Сейчас Нас пробить Очень легко У нас Открыт Весь борт Весь борт Открыт Может быть Если в лд Или в башню Попадут Нас не пробьют Но Это надо Опять же Стрелять Мимо борта Сейчас Нам помогают Очень сильно Убивают Пантерку На нас Упаривается Сушка Мы наносим Ей урон Таранимся С ней Хотя Можно было бы Сбить ей Гусеницу Объехать И тем самым Меньше Потратить ХП Она бы Вряд ли Нанесла нам Урон Когда разворачивается На гусле И Тарана Мы Меньше Потратили Тоже Итак Остается У нас Сушка В принципе Мы ее Сейчас Закрутим Стреляем В гусеницу Что довольно Таки Хорошо Не совсем Четко Игрок У нас Выцеливал Но Опять же Хорошо Сейчас Если у нас Не пройдет Альфа Мы не Убьем Сушку Она Починится Развернется И может Быть Стрельно Поэтому Лучше Было бы Стрелять Ему Еще раз В каток Но Мы Стреляем Рубку В принципе Альфа Не прошла И мы Начинаем Ее таранить Подпирать Чуть Чуть Но Успеваем Еще раз Зарядиться Поскольку Она Стояла Немного В воде И у нее Скорость Поворота Видимо Была Меньше Занижена Поэтому Вот такое То есть Какие У нас Проблемы У нас Проблемы Того Что мы Не играем От информации В начале Боя Мы Плохо Целимся И помогаем Вбру Стрелять Еще Хуже Чем Просто С Вбр Я Объяснил Почему Потому что С x2 Вдали Ни черта Не видно Также Мы Еще Неаккуратно Стреляем Стреляем Неаккуратно Очень Много Моментов Было Где Мы Сами Запороли Выстрел И Стрельнули В пантерку Неаккуратно Хотя Можно Было Спокойно Стрельнуть В нее Также Еще У нас Был Момент Сушки Сбить Каток Чтобы Она Развернулась А на ходу Сушка Если Сбиваешь Ей каток Она Так Сильно Развернется Что И плохо Станет Если Танк Танк Нужно Был Левее Повернуть Но Мы Стояли Ровной Бочиной Под Него Ему Легко Было Нас Пробить То Есть Мы Не Помогаем Себе В стрельбе А Врагу Мы Помогаем Себя Пробить Тем Что Мы Не Доворачиваем Корпус Даже На Стрешках Нужно Все равно Доворачивать Корпус Для Того Чтобы Враги Имели Больше Шанса Нас Не Пробить А Так Если Мы Стоим Ровной Бочиной Мы Еще Хуже Делаем Себе Потому Что Врагу Легче Нас Выцелить Плюс Мы Открываем Уяземые Зоны Такие Как Там Всякие Баки Боеукладки Под Башней И Если Он Стрельнул Довольно Таки Удачно То Мог бы Нам Что Нибудь Повредить И Было Еще Хуже Вот Такие Вот Ошибочки В первом Бою Сейчас Посмотрим Еще Второй Сейчас У нас Карта Париж Мы Играем В топе На Восьмом Левеле Против Семерочек И Сейчас Будет Ошибка В бою Наверное Одна Из Самых Распространенных Поскольку Она Очень Сильно Так Сказать Отличает Слабого Игрока От Сильного Почему Потому Что Эти Ошибки Они Довольно Такие Значимые Понимает Ли Игрок Геймплей И Возможности В тот Геймплей В который Мы Играем Мы Играем В игру От Третьего Лица То есть У нас Камера Находится Сзади Танка Мы Не Внутри Танка И Чтобы Посмотреть Из-за Поворота Чтобы Понять Что Девает Враг Как Он Стоит И Получить Информацию Нам Не Всегда Нужно Выезжать Лицом На Него И Смотреть В Него Что Он Там Делает Также Еще Одна Из Ошибок Это То Что Если Мы Даже Выезжаем И Нам Нужно Выехать То Если Мы Выезжаем Не Нужно Выезжать Вперед Ногами Сейчас Мы Там Что Не Знаю Мы Выцеливаем Вообще Не Известно Чем Мы Занимаемся Тут Какой-то Кустик Который Мы Завалили Деревом И Светимся Только После Выстрела Ок Но Занимаемся Честно Говоря Ерундой Может Быть Отсюда Можно Что Пострелять Но Во-первых Та же Самая Ошибка С прошлого Боя То Что Мы Стреляем С Х2 И Стреляем Довольно Таки Успешно В Красное Вот Мы Зашли В Х4 И Стрельнули В В ЛД Но Там Был Маленький Шанс Стрельнуть В НЛД Но В принципе Это Пока Не Важно Сейчас Будет Момент Который Я И Говорил Стоим Мы Замечательно В этом Наваленном Кустике Воображаемом Который Мы Навалили Из деревьев И Стреляем В Борт Образцу Хорошо Стреляем Светимся Только После Выстрела В Нас Начинают Стрелять Пацаны Потому Что Проехали По мосту Посередине Стали И Стают Стрелять И Теперь Наш Игрок Думает Что Что Делать Дальше И Он Собирается Выезжать Справа Причем Будет Делать Это Довольно Таки Плохо Сейчас ЛТшка Проезжает Но Мы Ни На Что Не Обращаем Внимания Потому Что А Зачем Посмотрите Что Делает Игрок Это Самая Распространенная На Ужаснейшая Ошибка Которую Можно Допустить В Картошке Мы Не Видим Как Враги Расположены Мы Сейчас Не Знаем Куда В Ни Стрелять Куда Они Смотрят Мы Не Знаем У Нас Нет Информации На Перезарядке Они Или Заряжены Зацелили Они Нас Или Нет Как Же Это Узнать А Давайте Выйдем Из Прицела Повернем Камеру Чуть Чуть Отдалим Чтобы Было Удобнее И Увидим Что Образец Стоит Просто Ровно И Чтобы Его Пробить Нам Нужно Стрельнуть В НЛД Но Он Легко Может Повернуть Пушку За долю Секунды И Стрельнуть Нам В Бортину Если Мы Выйдем Так Как Собираемся Выезжать Гвардец В принципе Тоже Здесь Стоит Как Делал Бо Я Я Бо Подъехал К Домику И Гусеницей Отъезжал Бо Назад То есть Повернул Бо Сейчас Танк Влево И Был Бо Продолжением Дома Дом На одной Линии С гусеницей Поставил Бо Отъезжал Бо Назад Смотрел Бо Камерой Кто Куда Отвлечен И Как Только Кто Кто На КД Или Отвлекся Я Бы Быстро Отъезжал Назад Стрелял Бо И Снова Подъезжал Под Дом Так Чтобы Дом И Гусеница Были Вот Так На Бо Некуда Бор Бор Обор Дома Ставят На Усеницу Мы Чинимся Отъезжаем Получаем Еще Тычку От 45 ТП И теперь наш герой становится так Как должен был стать изначально Только ближе к краю дома Вот так нужно было стоять изначально Но мы уже просрали ремку, просрали ХП И если бы 45 ТП попал нам в каток Мы бы остались там и сдохли Сейчас мы наклонили танк в ЛД немного вниз Жопу так запрокинули по отношению к врагу Потому что он на мосту стоит, а мы внизу И он видит нас целиком То есть он сверху вниз спокойно может нам пробивать в ЛД Что успешно он и делает, делает дыру нам в ЛД Потому что мы сделали все условия для того, чтобы нас пробивать Я объяснял, что нужно быть продолжением дома Для того, чтобы наше в ЛД все было за домом То есть стоим мы в пространстве правильно Но не в том месте Нам нужно было стоять впритык к дому Чтобы враг видел только одни гусеницы наши Правый борт гусеницу В таком бы случае он бы не нанес нам урон А если бы стрельнул, был на КД Сейчас мы опять отвлеклись куда-то налево Мы не продолжение дома Мы какая-то своя неведомая такая Боевая единица в открытом поле Вокруг много укрытий, но мы их не используем И сейчас снова вылазим Ничего не чекнули, никого не подсветили Выехали и сдохли Мы два раза одну и ту же ошибку на одном месте сделали Используйте, укрытие, играйте от бортика Показывайте врагу только гусеницу И он вас никогда в жизни не пробьет Даже если вы на ватном танке Если правильно подставить гусеницу Такие вот ошибочки, их нужно исправлять И здесь на ТП 59 в топе Можно было сыграть намного лучше Ошибки я показал, указал Как нужно было сделать, рассказал Играйте красиво С вами был Варчик Подписывайтесь обязательно Всем пока